Всем привет, с вами Слава Че, вы смотрите Ньюсблог Хэн Говер. Black Veil Brides поделились новой песней Crimson Skies, которая по своему звучанию может показаться внебрачным ребенком Trivium, Bullet for My Valentine и самих Black Veil Brides. Трек войдет на грядущий альбом The Phantom Tomorrow, релиз которого состоится 29 октября. Ранее группа представила два сингла с грядущего альбома Fields of Bones и Scarlet Cross. Bad Wolves нашли нового вокалиста. Им стал Даниэль Диэл Ласкевич, который играл на гитаре в группе Occasion Strain, а также работал вместе с Bad Wolves над пластинкой Nation 2019 года, что и стало началом их сотрудничества. Вместе с Дэниэлом группа сейчас работает над пластинкой под названием Dear Monsters, которую сами музыканты уже окрестили лучшей пластинкой Bad Wolves. Напомню, что Bad Wolves расстались со своим предыдущим вокалистом Томми Векстом еще в январе этого года после скандалов, началом которых послужил судебный процесс между Томми и его бывшей девушкой. Wild Ways устроили спонтанное акустическое выступление у стен А2 на фоне отмененных концертов. Запланированное и согласованное на 4 июня шоу было перенесено на 8 июня. Под раздачу также попали группы ЛСП, The Hatters и Aria. Последние узнали об отмене концерта в юбилейном уже по пути на площадку, в тот момент, когда весь звук и весь сетап сцены был уже выстроен. Выступление этих групп также состоится в другие даты. По мнению чиновников, необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий. И в то же время они дали добро на проведение концертов в рамках Петербургского международного экономического форума. Друзья, каналов о хорошей музыке становится больше, и мы в Hangover всегда приветствовали появление свежей крови в лице новых музыкантов и коллег-блогеров. И сегодня мы хотим поделиться молодым каналом DotMouse, который делает обзоры на новинки в самых разных жанрах. От панка до джаза, не замыкаясь на каком-то одном направлении. Особое внимание уделяется андеграунду и независимым деятелям музыкального искусства. Возможно, благодаря их работе вы откроете для себя что-то новое. Прямо сейчас на их канале вы можете найти серию роликов про историю панка. А в ближайшее время ребята планируют выпускать видеоролики про другие жанры и стили. Ссылку на канал чекайте в описании. А теперь наша постоянная рубрика «А что там у Линдемана?» А у Линдемана в День защиты детей вышел клип снова из России. Называется он «Я ненавижу детей». Несмотря на противоречивое название, клип поднимает проблему детской травли и последующей психической травме, исход которой непредсказуем. Видео уже не понравилось нашим политикам, а сам Тиль в их понимании выступает за сторону зла. Впрочем, ничего нового. Знаете, я считаю правильно поднимать такие проблемы в публичном пространстве. Потому что в моем детстве я был как раз на стороне тех, кого угнетали. И было что ли не принято обсуждать это с родителями, потому что за это били еще больше. Когда узнавали. И в целом в классе это считалось зашкварным, что ты пошел жаловаться на сверстников. А по факту это не лишалось. И вот кто-то эти проблемы проработал и сейчас нормально себя чувствует. А у кого-то это отложилось и до сих пор он воспринимает общение с людьми вот через небольшую призму того, что он может за это еще и получить. Просто потому, что есть кто-то сильнее, чем он. Но давайте немножко углубимся в сам клип. Место действия — Советский Союз. И Советский Союз появляется уже не первый раз в творчестве Линдемана. Был у него клип, который назывался «Фрау Ундман», тот самый «Слободой». И если раньше он выказывал уважение к Советскому Союзу, то сейчас мы воочию наблюдаем мимикрию брутального немца в простого советского гражданина. И надо сказать, что выглядит все весьма натурально. Антураж, интерьер, костюмы. Кроме юбки на Линдемане. Кстати, кто знает, зачем он именно юбку наделал? Можете написать в комментариях. С точностью передает атмосферу ушедших времен. Новый клип, который за неделю набрал 5 миллионов просмотров, снял наш режиссер Сергей Грей. Кстати говоря, именно он работал на DVD «Life in Moscow», которое мы недавно совсем обсуждали. Отдельно нужно сказать про музыку. Она немного изменилась, ведь он распустил свою группу, и в частности Петер Тедгрен покинул коллектив. А ведь именно он придумывал, играл и записывал большую часть материала. Так вот, на выручку пришел еще один мультиинструменталист. И имя ему Скай Ван Хофф. Это музыкальный продюсер, который приложил руку к сольному проекту гитариста Рамштайн Рихарда Круспи под названием «Emmigrate». А также принял участие в создании последнего альбома «Рамштайн». И теперь музыка Линдемана ушла от уже немножко однообразного пейновского звучания, став более свежей, что ли. Хоть и приобрела уже знакомый рамштайновский вайб. Ну и в завершение темы про рамштайн и детский буллинг, я хотел бы задать вопрос лично тебе. Напиши в комментариях, был ли ты одним из тех, кого били? Или, возможно, ты был как раз на стороне угнетателей? У тебя есть возможность раскаяться и отпустить немножко грехи. Новый международный коллектив из Израиля и России «Фидбэк Форс» выпустили первый сингл «Human Barcode». Конечно, мы не могли пройти мимо работы, где задействованы аж два участника «Ауткаст». Дмитрий Рубановский записал партии гитар, а Павел Лохнин — ударных. Вместе с ними над песней работали основатель и мастермайнд коллектива Дмитрий Шинкарчук, а также вокалист Ида Узан. Стилистические — это скрещение электронной музыки и индастриал метала. И должно прийтись по вкусу всем любителям таких миксов и экспериментов. Ждем полноформатный альбом уже этим летом. И ваши отзывы в комментариях к этому видео. А еще Дмитрий Рубановский сыграл соляк в кавере на песню Майкла Джексона «Giving to me» в новом альбоме «Стардаун». Обязательно послушайте, если еще этого не сделали. Ссылки, конечно же, прикрепим в описании. Little Big выпустили кавер на песню «Блицкрик Боб» группы Ramones. Песня вошла в сборник, где вы можете найти кавера на Backstreet Boys, Акву и даже Надежду Кадышеву. Пластинка так и названа — «Хаверс». А в свежем хэнговер-подкасте мы пообщались с саунд-продюсером и бэк-вокалистом группы Little Big Сергеем Гок Макаровым, а также вокалистом «Хэтерс». Включайте сразу после ньюсблока. «Волбит» выпустили сразу два новых трека — «Wait a Minute, My Girl» и «Dagon 4». Продюсером первой с 2019 года новой музыки стал небезызвестный Джейкоб Хансон. В этот раз группа сделала акцент на развитие звучания. И для песни «Wait a Minute, My Girl» пригласила саксофониста и пианиста, а также вокалистку Мию Майя для записи бэк-вокала. После 10-летнего молчания «The Air I Breathe» напомнили о себе новым треком — «Nothing Feels Sound». Американские металлкорщики мощно дебютировали в 2011 году с альбомом «Great Faith in Fools». Что ж, будем ждать от группы новостей. Друзья, не забывайте ставить лайки, напоминать нам про группы, про которые мы забыли и не освещаем их новости. Ну и, конечно же, в комментариях вы можете писать не только то, что мы вас просим, но также высказываться на тему групп, про которые мы по каким-то причинам забываем. Мы их больше освещали. Спасибо вам огромное за просмотр, с вами был Словачи. До новых встреч здесь же, на Ньюсблог Хэн Говере. Субтитры сделал DimaTorzok